чем депрессия отличается от модного слова выгорания вообще симптомы выгорания симптомы депрессии во многом похожи поэтому не всегда сразу легко понять это депрессия или выгорание если вы не специалист но самое главное если у вас наступило выгорание у вас вряд ли будут суицидальные мысли суицидальные намерения и вряд ли у вас будут контрастные мысли то есть это такие яркие картинки о том что что-то плохое может случиться с ребенком с вами или с вашими близкими это важно также если вы столкнулись с выгоранием то длительная в течение нескольких недель восстанавливающая активность режим сна и отдыха нормальное питание могут помочь обрести снова баланс если мы говорим о депрессии то одним режимом сна и бодрствования отдыхом и нормальным питанием это не лечится поэтому если вы не очень понимаете у вас все-таки депрессия а может быть выгорание хорошая идея дойти до специалиста это может быть как врач-психиатр так и психолог и психотерапевт врач-психиатр может поставить диагноз психолог и психотерапевт могут вам рассказать в какую сторону на их взгляд развивается то что с вами происходит и при необходимости порекомендовать консультацию с психиатром почему это может быть важно потому что многие люди переживают что если они придут на консультацию то они сразу получат диагноз и лечение на самом деле нет если у вас ничего нет и все в порядке то ну вы просто сходили на консультацию и узнали об этом от специалиста но все-таки чаще мы встречаемся с ситуациями где женщины довольно долго мечутся между тем что может быть мне депрессия а может быть выгорание а может мне надо просто отдохнуть а может быть мне вообще все это кажется и вот поверьте если вам тяжело вам это не кажется и лучшее что вы можете сделать для того чтобы понять все таки это депрессия или модное слово выгорание это дойти до специалиста и обсудить им свою конкретную дальнюю ситуацию хороший ответ поговорить об этом с кем-то лучше всего с психологом или психотерапевтом который специализируется на работе с женщинами в послеродовом периоде и в общем-то даже женщины без послеродовой депрессии сталкиваются с чувством вины потому что у большинства мам все происходит не совсем так как они ожидали у кого-то глобально не так у кого-то частично не так что можно для себя делать можно слышать этот критикующий голос давать этой критике место да и слышишь толки а сейчас у меня включился голос который говорит что я плохая мама хорошо я плохая мама что из этого следует до что если я могу услышать какой-то другой более сочувствующий сострадающий голос и очень часто женщины довольно легко отвечают на вопрос чтобы ты сказала подруге который так о себе говорит но с трудом могут применить то же самое к себе иногда могут помочь например письменные практики да где вы садитесь и пишите письмо о том почему хорошая мама как я забочусь о ребенке что я делаю из того что в моих силах как я помогаю себе преодолеть то что я называю заболел головой да это важные штуки и как будто бы один из способов справиться с этим чувством вины это заметить что она есть заметить момент когда она накатывает заметить какие следуют мысли дальше за этим да например так как я плохая мама теперь мой ребенок да или так как я не справилась вот в чем мне кажется я не справилась и вот теперь будет вот это вот это или я боюсь что теперь там с ребенком или со мной случится что-то и иногда вообще важно все это замечать да и замечать что это мысли которые приходят автоматически иногда бывает полезно записать иногда бывает полезно записать альтернативного следа например что я хотела бы думать о самой себе в этой ситуации или что я хотела бы чтобы моя близкая подруга думала о самой себе в этой ситуации и когда вы запишите эти мысли если вы решить это сделать вы скорее всего увидите что они звучат для вас супер неправдоподобно я не могу в это поверить, я не могу сказать это само себе. Это окей, да. Важно, что они хотя бы появились, и постепенно возвращаясь к ним, вы можете помочь себе по крайней мере, да, получить какую-то альтернативу бесконечному чувству. Во-первых, мне хочется сказать большое спасибо вам за то, что вы задаетесь этим вопросом. На моем опыте именно женщины, подруги очень часто становятся огромной опорой для мам, которые столкнулись после этой депрессии. Что можно сделать? Можно просто начать с того, чтобы каждый день написать в мессенджере «Привет, как дела? Думаю о тебе. Когда будет время, позвони, или когда я могу тебя набрать». Можно прямо от мессенджера перейти к тому, чтобы на 5 минут каждый день набирать и не обижаться, если женщина не берет трубку, а когда берет, просто спрашивать «Ну как ты? Я с тобой. Хочешь, я расскажу, что у меня происходит? Как малыш?» Да, очень такие простые вещи. И быть готовой к тому, что в какой-то момент женщина будет не очень разговорчивая, а в какой-то момент она действительно захочет поделиться тем, что с ней происходит, и это может быть мощно, да, это может быть про то, что я не хочу жить, мне кажется, что моя жизнь закончилась, у меня ничего не получается, я ужасная мать, я ни с чем не справляюсь, да, и здесь вы можете быть тем человеком, который возвращает ее к тому, что «Эй, я тебя знаю, я тебя очень люблю, я знаю, что ты справишься, я вижу, что тебе тяжело». Давай подумаем вместе, что самое-самое маленькое можно сделать сейчас, чтобы тебе хотя бы на капельку стало легче, и постепенно, да, можно двигаться к тому, чтобы помочь с поиском специалистов. Иногда можно просто прийти домой и помочь, помыть посуду, потому что люди в депрессии обычно не имеют достаточно сил, чтобы выполнять стандартные бытовые дела. Можно просто прийти и принести большую кастрюлю супа или какой-нибудь еды. Можно просто прийти и посидеть рядом, да, не быть гостем, которому надо ставить чай, тортик, а быть просто подругой, которая завернет в пледик эту маму, может подержать младенца на руках, если вы окей с младенцами и не боитесь их. И просто быть рядом за дня в день, да, не один раз написать смс, не один раз позвонить и сказать, о, я так сочувствую, а регулярно, по нему, столько, сколько вы сейчас можете, столько, сколько у вас есть сейчас сил, да, на поддержку, вкладывать в то, чтобы женщина знала, она не одна, про нее помнят, у нее есть опора. И спасибо вам за то, что вы правда об этом думаете. Иногда, кстати говоря, подруги скидывают какие-нибудь посты или, например, дают почитать книгу о депрессии или выгорании, а иногда скидывают, например, ТС, Денбургская шкала депрессии, и это становится возможностью для женщины вообще впервые заговорить о том, что вау, ты знаешь, я прошла этот тест, и оказывается, у меня по этому тесту вообще средняя степень тяжести депрессии, а я-то думала, что это все мне мерещится. И вот такие простые базовые вещи иногда становятся фундаментом для того, чтобы женщина потихоньку начинала выгребать из этого состояния. Частый вопрос и частая ситуация, когда женщина сталкивается с тем, что ее самые близкие люди в ситуации после родовой депрессии не оказываются той опорой, поддержкой, которой могли бы быть. Что можно сделать, как можно с мужем поговорить? Во-первых, можно мужу дать посмотреть вебинары, дать почитать материалы о после родовой депрессии, можно скинуть пару постов из блогов, да, которые вы читаете, если вы их читаете. Можно показать то, что пишут в Family 3, например. И можно начать обсуждать, да, что вообще-то есть вот такое состояние. Иногда проще потратить те небольшие силы, которые остались, не на убеждение близких в том, что ваше состояние действительно требует внимания и достаточно серьезное, а на поход к специалисту. Для многих близких появление диагноза, да, или появление какого-то стороннего мнения о том, что то, что происходит с женщиной, это реально, ей действительно тяжело, она не притворяется, бывает таким важным шагом к признанию ее состояния. Но в целом можно быть готовой к тому, что близким бывает очень трудно признать, что женщина, особенно если это было долгожданное материнство, да, долгожданный малыш, сталкивается с довольно сильными негативными переживаниями. И иногда вот эта ответная реакция в духе, ой, да тебе просто кажется, ты продалась в фарме и прочее, да, этот способ, ну, собственно говоря, не сталкиваться с болью очень близкого человека, который иногда бывает просто невыносимым. И здесь, на мой взгляд, гораздо проще и эффективнее женщине, не тратя много сил на убеждение близких, начать с заботы о себе и постепенно у нее появится вокабуляр, да, у нее появятся те слова, которыми она может описывать свое состояние, у нее появится больше устойчивости для того, чтобы говорить о том, что, ты знаешь, я сейчас чувствую вот это, вот это, смотри, это может повлиять на малыша, например, таким и таким образом. Мы знаем, что послеродовая депрессия связана с тем, как развиваются дети в дальнейшем. И нет, послеродовая депрессия это не то, что можно выключить по щелчку и сказать, ну, я просто не буду грустить. Иногда близким нужно время на сознание, и здесь все, что может делать женщина, да, это принять, что сейчас она в такой ситуации, заниматься, по сути дела, психоактивизмом и просвещением, да, давать что-то почитать, давать что-то обсудить, вместе посмотреть какой-нибудь короткий ролик или фильм на эту тему. И постепенно, да, говорить больше о том, что она чувствует и о том, что она делает для того, чтобы было по-другому. Иногда, к сожалению, женщине приходится взять это в свои руки дополнительно к лечению от послеродовой депрессии. Да, это очень частый вопрос, и многим женщинам необходимо какое-то время, прежде чем они решатся попробовать медикаменты. И, в общем-то, эта тревога имеет под собой основание, потому что, допустим, в своей практике я работаю психологом, и периодически я работаю в паре с психиатром, я вижу, что часть моих клиентов очень хорошо реагирует на препараты, и улучшения заметны буквально через несколько недель. Часть женщин сталкиваются с тем, что препарат подходит им не с первого раза, у них могут быть в течение нескольких недель адаптации побочные эффекты, не самое приятное. Иногда нужно менять препарат, подбирать дозировку, и это вообще процесс, который требует тоже определенных сил. И есть другая часть женщин, которые сталкиваются с тем, что препараты как будто бы меняют их состояние, но очень часто множество других внешних факторов никак не меняются, и, в общем-то, состояние депрессии остается примерно тем же, если у них дополнительно нет психотерапии и какой-то такой социально-бытовой поддержки. Поэтому если вы переживаете на тему пить или не пить препараты, первое, что стоит сделать, это поговорить с тем врачом, который вам их выписал, о своих тревогах. Например, я боюсь, что я подсяду на антидепрессанты, или я боюсь, что тогда мне придется бросить кормление грудью, или я боюсь, что я растолстею, или у меня пропадет оргазм. Это все действительно некоторые побочные эффекты определенных препаратов. И на самом деле, если у вас есть возможность вот так открыто разговаривать с врачом, у врача появляется возможность подбирать препараты, исходя в том числе из таких вот ваших особенностей, из ваших пожеланий. И иногда такие варианты есть. Иногда таких вариантов нет, и тогда врач может объяснить, например, что мы можем сделать для того, чтобы снизить те или иные побочные эффекты от препарата. Что еще важно, наверное, понимать, это что обычно лечение, с одной стороны, занимает какое-то время, и бывает довольно долгим, в среднем, в течение года, но опять оно проходит, оно заканчивается. И когда мы сравниваем риски между тем, чтобы быть в депрессии и пить препараты, назначенные врачом, и быть в депрессии, и не пить препараты, назначенные врачом, это не то же самое, как если мы сравниваем риски, например, ой, я буду пить лекарства, которые мне назначил врач, или мне хорошо, и я тогда не буду пить лекарства. Этого варианта нет. И мы точно знаем, что нелеченная послеродовая депрессия связана с более высоким риском для здоровья женщины и для здоровья ребенка, как ментального, так и физического. Поэтому в ситуации, когда это единственный вариант лечения, важно поговорить с врачом о том, что вас тревожит. С другой стороны, многие врачи предпочитают начинать фармакотерапию только когда женщина сама решилась и согласна. И часто врач может предложить какие-то альтернативные способы, да, посмотреть, окей, если сейчас тревожно пить препараты, что еще мы можем попробовать? Например, мы можем попробовать 2-3 недели психотерапии и посмотреть, есть ли положительная динамика, может быть, есть отрицательная динамика, и дальше вернуться к вопросу о препаратах. Для многих женщин такой путь более спокойный, поэтому важно понимать, что если врач вам выписал препараты, это не означает, что вам срочно нужно пить именно эти препараты и никакие другие, и у вас нет возможности это обсудить с врачом. Задавайте вопросы, говорите о том, чего вы боитесь. Если вам не нравится то, что отвечает врач, если врач не хочет быть с вами в диалоге, то, возможно, вам необходимо мнение другого специалиста, например, врача, который, ну скажем, готов прописывать препараты в случае послеродовой депрессии и сохранять грудное вскармливание женщины, да, или врача, который готов посмотреть альтернативные схемы лечения в зависимости от того, что сейчас предлагает современный протокол. Поэтому, если что-то вас беспокоит, обсудите это с врачом. Если обсудить с врачом не получается, это не значит, что все врачи не готовы общаться с пациентами. Это значит, что вы встретились с таким врачом. И если вам это не подходит, вы можете найти другого врача. Это абсолютно окей. И многие женщины, прежде чем найдут своего специалиста, проходят через двух, трех, а иногда четырех и даже больше людей, да, с которыми они пытаются найти вот эту профессиональную, да, и человеческую связь, где они могут открыто обсуждать все, что их беспокоит о их состоянии.